Привет, друзья! И с вами я, ваш доктор Шилов. Сегодня интересный подкаст по поводу того, как врачу на вас наплевать или нет. Врач не успеет вас принять, хотя ему и не насрать. Врач на меня даже не посмотрел толком, только что-то спрашивает иногда, а сам все пишет, пишет своим корявым почерком чего-то. Да все они такие, ничего не знают и не умеют, кроме как в очереди в коридоре собирать всех. И не говори, а злые какие, бесчувственные, не улыбнутся, ни слова доброго не скажут. Ироды совсем хороших врачей не осталось, вот в советские времена, до пятой и десятой. Вот, знаете, что это сейчас было? Это рядовой среднестатистический разговор, может, с незначительными изменениями, С вероятностью 100% такие разговоры можно услышать в коридоре любой городской поликлиники. Попробуйте, если вас интересует такой экспириенс, сделайте. Пациенты недовольны очередями и кажущиеся безучастностью врачей. Кроме того, пациент проходит как хозяин, он знает свои права, он платит налоги, а значит и зарплату врачам, и потому он чувствует себя в своем праве. Так вот, а что же врачи, почему же у них очереди, почему они якобы черствы, что и на пациентов даже посмотреть толком не хотят, что такое? Да не потому ли, что они превратились в загнанных лошадей? Я сейчас тем, кто не в курсе, расскажу, какие установлены государственные нормы времени на прием пациента в амбулатории, ну то есть в обычной поликлинике, на которые больше всего и накатывают. А потом покажу, какие процессы врач должен уместить в этот отрезок времени, в виде некой карты трудового процесса. И уверяю вас, вы слегка охренеете. Да, ну уж так вот я грубо скажу. Итак, несколько цитат. Согласно новым правилам, участковому эпидиатру и участковому терапевту на прием одного пациента отводится по 15 минут. Врачу общей практике 18 минут, лору 16 минут, неврологу 22 минуты, офтальмологу 14 минут, акушеру-гинекологу 22 минуты. При этом на оформление медицинской документации не должно тратиться более 35% от указанных норм. Понимаете? А на повторное посещение врача не более 70-80% от времени первичного приема. На профилактический осмотр не более 60-70%. Понимаете? Эти цифры могут показаться нормальными на первый взгляд тем, кто не в теме. Но эти цифры вообще не соответствуют реалиям даже. Понимаете? При всей кажущейся их нормальности. Об этом и в Минздраве даже не догадываются те умники, которые составляют эти нормы и даже не помышляют о том, что у них будет нужда переступить порог государственной больнички. Понимаете? Если бы они бы там эти писаки знали это все, они бы такие нормы бы не ставили. А потому они придумывают вот такие вот изуверские дополнения еще к этим правилам. В медицинских организациях, оказывающих первичную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь, слушайте внимательно, в амбулаторных условиях нормы устанавливаются с учетом плотности проживания и полувозрастного состава населения. То есть те стандарты, которые были перечислены выше, они не являются вот прямо четкими, конкретными. Они могут быть и другими. В расчет берется также уровень и структура заболеваемости. Для каждого показателя прописаны свои корректирующие коэффициенты. И, как правило, эти коэффициенты не в сторону увеличения времени, а уменьшения. Понимаете, что это значит? А это значит, что все эти минуты смело можно поделить на 2, на 3, даже на 4 и на 5. Вы же видели, наверное, какие очереди стоят в коридорах и как сложно записаться к специалисту? Это не потому, что корректируется прием на большее число от времени. А на то, что меньше времени надо делать. Приходится меньше времени тратить на обслуживание. Причин полно. Нехватка врачей, из-за которых врачи вынуждены обслуживать по нескольку участков, сезонные наплывы пациентов, увеличивающаяся плотность населения без изменения и увеличения больничной инфраструктуры. И прочее, и прочее, и тому подобное. То есть, врачам лучше не делают. Врачи становятся меньше времени на обслуживание пациента. Они тратят тоже меньше вынуждены. И за эту смену, за 1 час 48 минут, врач обязан обработать еще 2-3 вызова на дам. 1 час 48 минут. Учтите, что помимо электронной записи в централизованной системе ЕМИАС, которая установлена сегодня с интервалом 12 минут, пациентам выдаются и талоны в живую очередь. То есть, их надо обслуживать 12 минут на тех, кто записался. А еще есть и живая очередь. Вот вы и прикиньте, сколько пациентов за день примет участковый терапевт, если будет тратить на каждого пациента по 15 минут. Это всего 4 человека в час. Это кон точно всех тех, кто в коридоре не примет. Понимаете? То есть, если врач принимает меньше 30 человек и обрабатывает меньше 3 вызовов, считается, что он не вырабатывает то, что должен выработать. И предполагается, что при таком распорядке дня у врача еще остается время на заполнение документации, ведение паспорта участка, диспансерной группы и так далее. Практика же показывает, что времени на это не остается. И выполнять эти обязанности врачам приходится за пределами своего рабочего дня в свое личное время. Понимаете? То есть, вы видите, как врач постоянно занят, головы даже не поднимает, и еще он дома также работает. Понимаете? А чем занимается врач во время приема? Ему определиться? Тратить время на заполнение документации 35% времени? Это уже пипец как много. Больше трети времени он должен потратить на заполнение всяких форм и прочей охреновины. В частности, очень часто вообще тупой и не нужный никому, кроме как статистам, которые вообще не думают, что врачи только бумажки должны писать. И время на ее заполнение тратится больше, чем половина времени, от 15 положенных минут. Именно поэтому врачу часто и голову на пациента поднять некогда, так как у него на весь прием 4 минуты, из которых у него 5 должно быть написано в написании бумажек. Понимаете? Врач поставлен перед выбором или перерабатывать, ну, принимая пациентов уже после официального окончания своего рабочего дня и приема. В таком случае полный рабочий день может достигать 12 часов. Или профанировать работу доктора врач будет тогда, оказывая некачественную медицинскую помощь. Вот так говорит врач. Так говорит любой врач, который с этим сталкивается. Ну, и истина оказывается, как считают некоторые, где-то посередине. Мои коллеги-врачи из одной амбулатории решили частично по приколу, частично на полном серьезе написать карту своего трудового процесса. Хотя бы просто в части диагностики, попробовав уместить в положенное время все необходимые манипуляции. Ну, вот в регламенте том, про который сказано в стандартах. И вот, что у них получилось. Вот вы увидите. Вот здесь я помещу эту схему. А может быть вообще во весь экран. Она будет, я не знаю, пока я это сделаю. Если дать себе труд разобраться, что там написано, то можно увидеть, что на все уходит считанные секунды. Что просто нереально. Вот вы посадите этих всех писак из Министерства здравоохранения, которые составляют регламенты. Сначала на место пациента в очереди, а потом на место врача. Может, тогда в их бестолковках начнет что-то вариться в нужную сторону. Понимаете? А иначе врач не успеет вас просто принять. Смиритесь с этим. Ну, а скоро доработают те врачи, которые выпустились из вузов, когда еще профессию врача как-то уважали. И все, врачей не останется. Молодежь хоть и идет в медицинские вузы с конкурсом до сих пор. Слава Богу, еще конкурс есть. Но вкусив скрепные русской докторской каторги, не задерживается в медицине надолго. Именно уж тем более не идет работать в село там или еще куда-то. И скоро врачей никаких не останется. Просто вообще. Или останутся те, кто без амбиций, кто готов работать на этом месте, лишь просто просиживая штаны, кто готов писать бумажки, лишь бы только угодить формальным образом, задавая вовремя отчеты те, которые надо. И у которых на пациентов времени не будет совсем. Им будет на пациентам вообще наплевать. А пока врач не успеет вас принять, хотя ему и не на... Хотя ему и не все равно. Друзья мои, с вами был ваш доктор Шилов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Везде, где бы вы ни посмотрели это видео. В инстаграме, на ютубе. Если это на ютубе, жмите колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видео. Обязательно комментируйте. Оставляйте свои вопросы. И пишите заявки на темы, которые вас интересуют. Я сниму по ним тоже свои видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok